Изменённые состояния сознания Хотелось бы вкратце затронуть тему об изменённых состояниях сознания. На сегодняшний день в мире накоплено большое количество и клинического, и экспериментального материала, касающегося изменённых состояний сознания. И уже понятно, что человек ежедневно проживает и пребывает в разных состояниях сознания. Например, такие изменённые состояния сознания, которые выгодны для сознания. Это состояние бодрствования, состояние сна, реакции гнева, состояние паники, состояние мечтательности, те же истерические состояния, состояния, которые вызваны и употреблением алкоголя, и наркотиков, гипнотические состояния. То есть это те состояния сознания, с которыми люди чаще всего сталкиваются в трёхмерности. Но есть и изменённые состояния сознания, которые сопутствуют духовному раскрытию. Это медитации, это молитвенное состояние, это духовные практики. Ну в общем, есть изменённые состояния сознания, полезные для человека, как для развития его Личности. Ну а есть выгодные для сознания, и как раз приносящие даже вред человеку. Вот в выгодных для сознания что происходит? Идёт активное воздействие на Личность, и оно лишает её возможности самоидентификации. Ну вот, например, если человек находится в состоянии гнева, то он не может идентифицировать себя как Личность. Он просто находится под властью сознания. Да, и отличия тут явные. Вот те изменённые состояния сознания, которые выгодны сознанию, они чувствуются как дискретные. Вот они отделены друг от друга. И для каждого вот такого состояния можно определить соседнее, что имеется в виду, то, с чего они начинаются. Их признаки и во что в конечном счёте переходят, так система и планирует. Вот всё у неё шаблонно, по схеме, которая приводит к заранее заданным результатам. А вот в духовной практике всё по-другому. Переход с глубокого изменённого состояния сознания на чувственное восприятие происходит плавно, оно происходит равнолинейно, угасающее, иссякающее. То есть пока не произойдёт вот этот полный отрыв Личности от сознания и её переход и погружение в чувственное восприятие. И там уже нет никакого воздействия сознания. Чувственное восприятие, оно в корне отличается от глубокого изменённого состояния сознания. При восприятии глубинными чувствами там идёт одновекторный, непрерывный процесс жизни здесь и сейчас. Вот там идут, как бы сказать, последовательные состояния, и они непредсказуемы, они живые, они стабильны и постоянно новые одновременно. Это как разные состояния многогранной, бесконечной Любви Божьей, которые вызывают и восторг, и блаженство, но не на уровне сознания, а на уровне глубинных чувств. Но это всего лишь одна из характеристик восприятия Духовного мира глубинными чувствами. Вы знаете, поделюсь тем, как раньше моё сознание шаблонно реагировало на вот эту фразу «изменённое состояние сознания». Даже уже сам термин вызывал какую-то опаску, он вызывал страх от незнания, потому что для сознания это означало какую-то патологию или выйти из зоны комфорта. Ему просто было страшно измениться. Но когда прочитала книгу «АллатРа» и столкнулась со Знаниями, то исчез этот страх, и появилось даже наоборот стремление изменить себя. Просто основательно идти в духовном направлении. А сейчас, когда ты видишь обличение системы, то ты просто глобально видишь и понимаешь, а что сейчас происходит и в человеке, и в том же обществе, и почему наука ходит возле этого вопроса вокруг да около. Ну потому что свои акценты в ней как раз расставляло сознание, а не свободная Личность. И вот как раз с позиции исконных Знаний ты уже исследуешь эти научные работы с совершенно иным пониманием. И, знаете, это удивительно, потому что видно, как сознание из работы в работу защищает свои установки, преувеличивает их значимость. И, соответственно, оно уже принижает значимость тех состояний, которые ведут к духовному просветлению. Ну потому что сознание их как раз и не понимает. Ну вот, например, оно акцентирует внимание на том, что состояние бодрствования и ему сопутствующее — это, мол, нормальное состояние сознания. И вот здесь, конечно, система во всеоружии. А вот другие состояния сознания, вот как раз те состояния сознания, которые ведут к духовному просветлению, ну вот это сознание считает каким-то индивидуальным, каким-то сомнительным. И вообще приравнивают к своему психиатрическому материальному воззрению как проявление психозов, либо к психической саморегуляции, к росту самооценки и уверенности в себе. Вот оно изучает тот же религиозный экстаз, мистическое переживание, в первую очередь, как возможность оказывать влияние на кого-то, управлять толпой. Но вот если посмотреть по факту, ну вот шире, вот с позиции и разных культур, и традиций народов мира, то получается, что ситуация с тысячелетиями сохранялась совершенно иная. Вот многие народы древности и те же восточные цивилизации, да и многие другие народы, вот как считает сознание некоторых учёных, примитивные народы, они считали и считают, что практически каждый взрослый человек должен уметь входить в духовный транс. Так сказать, у каждого это, конечно, называется по-разному, но смысл. Вот в это духовное слияние уметь вступать в духовную связь, в контакт с Богом. И этому придавалась огромная важность, огромная ценность как для цели существования человека — знать истины, знать, как стать просветлённым, знать, как обрести жизнь. Ну а те, кто был не способен это сделать, то тот считался в обществе, ну говоря современным языком, психологическим калекой, он считался неполноценным. И вот у каждого были какие-то свои наработанные и простые, и сложные техники для стимулирования, для входа в изменённое состояние сознания. И было изучение себя и через те же медитации, через молитвенное состояние, через освоение духовных практик. В общем, вот своя тропинка к общей духовной дороге, приводящей к конечной цели — стать при временном существовании живым. Конечно, понятно, что сознание тут тоже поработало, и оно внесло свои искажения и подмены. По крайней мере, ясно, к чему стремились люди в своих общинах, какая была их общая цель. А что мы видим сегодня? То, как система продвигает в цивилизации свои установки, и она делает всё для того, чтобы ты, как Личность, стал мёртвым. Ведь сегодня нормальным состоянием сознания считаются вот как раз те дискретные состояния, которые держат человека в узде шаблонов сознания, которые удовлетворяют биологическим, психологическим, социальным функциям человека. Вот какая цель ставится при изучении изменённых состояний сознания? Это излечить болезни тела, освободиться от конфликта, от внутреннего напряжения, либо изучить глубинное содержание своей психики, функционировать в обществе адекватно и конструктивно. Но вот тут засада в том, что адекватно и конструктивно с точки зрения сознания как части системы. И вот учёные долгие годы занимаются изучением чего? Гипноза — то, что, по сути, подавляет Личность. Исследуются проблемы сна и сновидений, то есть то, где сознание тоже может приложить свою лепту. Исследуются возможности обезболивания тела через эти изменённые состояния сознания. И вроде бы всё обозначается как для гуманных целей. Но если посмотреть в корень… То есть сознание интересует лишь те грани, которые порабощают Личность, которые просто делают из неё своего раба. Даже те изменённые состояния сознания, которые человек использует на этапах духовного пути, даже там сознание совершает свои подмены. Вот даже посмотрите, чем оно закольцовывает понимание человека в тех же научных работах. Оно говорит, что если ты пойдёшь по духовному пути, по пути медитативного духовного транса, то ты там ничего не найдёшь, кроме галлюцинаций, кроме анаэроидных состояний сознания, которые характеризуются сочетанием образов трёхмерного мира и фантастических представлений. Или элементарного религиозного экстаза, мистического переживания, сопутствующего фантазиями. То есть ложных состояний, подменяющих реальность. Конечно, отчасти это и правда. И подмена кроется, как всегда, в корне. Потому что само сознание и подменяет Истину на иллюзию, как раз воздействуя или агрессивно, или мягко через свои состояния. Это очень чувствуется. Вот, например, в чувственном восприятии там нет образов, там идут процессы, которые находятся за функцией сознания. Почему же само сознание и ограничивает даже само понимание этого вопроса? Для него высшее восприятие — это расширенное состояние сознания, это состояние покоя и комфорта, это ложное восприятие через галлюцинации сознания, то есть его подмена чувственного восприятия. Когда люди в религиозном трансе воспринимают, к примеру, представителей Мира Духовного в трёхмерном образе и даже общаются с ними. Но ведь это иллюзия от сознания, которой оно как раз подменяет истинное чувственное восприятие от Личности Мира Духовного. Это происходит потому, что само сознание и создаёт вот эти трёхмерные образы, и подменяет реальность Духовного мира на общение с собой же. Обещают от сознания, совершенно правильно. Мы уже обсуждали это в других программах, что люди, которые начинают баловаться с магией, к ним приходят видения, различные святые, представители якобы от Мира Духовного, но они приходят опять-таки в образах. Что значит «в образах»? Так как вот мы глазами земными видим таких же, как мы, или себя в отражении в зеркале, так же они видят и этих представителей. То есть, говоря проще, это иллюзия и очередной обман, заблуждение. Да. А духовная практика — это освобождение от вот этого ложного восприятия сознания, это выход Личности за пределы функционирования сознания. Но люди часто останавливаются на этапе комфорта, на этапе мистицизма, то есть на этапе перехода из изменённого состояния сознания в чувственное состояние. Вот здесь есть интересный момент. Вот это вот чувственное восприятие действительно на этапе его познания открывает людям то, о чём вот мечтает сознание. Но первые, самые первые признаки начинают открываться как раз, когда человек достигает глубоких состояний изменённого состояния сознания. То есть начинается то, что называют сейчас экстрасенсорикой или метафизикой и тому подобное. Ну и почему говорят, что нельзя ни в коем случае за это цепляться? Потому что именно на том уровне ты и останешься. Да, вот вся эта магия от сознания, она же сродни гипнозу, вот этого вмешательства извне. То есть вот, как говорят, есть такой термин в психологии, как «гипноз автострады» или вождение в режиме без внимания, когда человек находится длительно за рулём, он едет на машине по скоростной трассе, и у него происходит ослабление чувствительности органов чувств и дефицит движений. Ну, условно говоря, в духовном же пути, можно сказать, происходит подобное. Когда человек теряет бдение, когда ослабляется внимание, когда он завораживается вот этой иллюзией системы, и у него происходит ослабление к чувственному восприятию. И вот как раз вот этот дефицит продвижения, личной работы над собой. Поэтому очень важно знать для себя вот эти уловки сознания, вот эти уловки при этих изменённых состояниях сознания, и тонкие — те, которые выгодны сознанию, при которых происходит подмена Истины, и грубые — те, что приносят конкретный вред, как тот же алкоголизм, наркомания, где происходит борьба двух сознаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова